Сильные и резкие удары, нокауты и нокдауны. Умелая техника работы рук и ног. На первенстве Центрального федерального округа спортсмены демонстрируют весь накопленный арсенал приемов. Ведь ставки высоки. Победители войдут в сборную команду и будут бороться за титул чемпионов на первенстве России. За звание лучших на ринге сражаются 193 спортсмена. Это младшие, средние и старшие юноши. Самым взрослым бойцам нет и 16 лет. Они приехали из Тулы, Новомосковска, Калуги, Ярославля, Липецка, Ельца, Воронежа, Орла, Тамбова и Абаяни, а также Старого Оскола, Короче, Шебекина и Валуик. Самая многочисленная команда от Белгородской области. Честь региона на турнире защищают 100 кикбоксеров. У нас сборная область является лидером Центрального федерального округа и нам доверяют эти соревнования проводить, потому что у нас не только что очень большое количество участников, занимающихся этим нашим видом спорта, ну и очень высокий уровень спортсменов. В рамках первенства ЦФУ проходит и пятый открытый всероссийский турнир по кикбоксингу в разделе сольной композиции. Красоту, грацию и одновременно боевой характер показывают более 150 спортсменок из России, Украины и Беларуси. Участницы соревнуются в мягком и жестком стиле с оружием и без. Ежегодно проводим, потому что через месяц-полтора у нас будет первенство России. То есть это один из этапов подготовки к первенству России. Наши девушки, они лидеры в российском разделе сольной композиции, музыкальные формы их называют по-другому. У нас больше десятка девочек уже победители первенства и чемпионатов Европы и мира. Сегодня в спорткомплексе Светланы Хоркиной прошли предварительные поединки. Завтра бойцы сойдутся в полуфинальных боях. Финальные баталии и закрытия соревнований пройдут 9 февраля. Победители и призеры получат медали и грамоты, а также шанс через месяц побороться за чемпионское звание.